Девушки отдыхают Спасибо. Значит, мы готовим капустный пирог. Это мое фирменное блюдо. Фирменное блюдо, настоящее, из семи Натали Варлей. Да. И грибной суп из белых грибов. И что замечательно, и капустный пирог, и грибной суп можно есть в пост. То есть, если человек постится, значит, мы готовим капустный пирог на растительном масле. Но мы будем готовить сегодня пока на сливочном плюс растительном. Значит, ну, если это постный, тогда без яиц и на растительном масле. А грибной суп мы будем готовить так, как он готовится. Но если пост, то в него можно не класть сметану. То есть, ну, не нужно класть сметану. Хорошо. С чего мы начнем? Я думаю, что мы будем параллельно готовить все сразу, потому что времени у нас немного. Так. Значит, мы наливаем, прежде всего, наливаем вот в эту кастрюлю. Я вам буду ассистировать и... Ассистируйте мне, пожалуйста. Вот в эту кастрюлю наливаем воду. Это для грибного супа. Грибного супа у нас будет много. Потому что постной еды, как подсказывает мой организм, съесть можно очень много. Ну, не скажите. Вообще, белые грибы, они... Калорийные. Калорийные. И они приближаются к мясу. Я налил половиночку кастрюли. Может быть, побольше? Я думаю, достаточно. Достаточно. И мы оставляем воду закипать. Оставляем воду закипать. Теперь, значит, мы берем луковичку. Хватит ли нам такой? Я думаю, что мы возьмем вот такую. Так, пообидали. Так, пошел. Ножичек. Смотрите, у нас на выбор есть. Можно, да. А можно вот просто возмельчитель? А, лук-то мы... Нет, лук-то мы точно возмельчитель. Я для капусты вам ножик. А для капусты ножик, да. Берите. Так. Я справлюсь с этим? Хотите, я помогу вам. Помогите, пожалуйста. Как? Так, только скажите как. Значит, я вам сейчас скажу. Вот примерно вот столько нужно отрезать. Капуста не... Вот так? Да, да. Чуть меньше половиночки, да. Угу. Вот так. Капуста, кстати, в отличие от всего... Замечательно. Знаешь, какая хорошая капуста? Ой, хорошая капуста. Да? Так. А при помощи измельчителя я сейчас быстро... Так. Нет, я буду тогда резать вот так. Не пугайтесь, я резал левой рукой. Так. Достаточно мелко, да? Лучок? Нет, лук-то понятно, что мелко должен быть. Да. Извините, пожалуйста, мы не налили... Воду для... Сейчас нальем. Для капусты. И кроме того, мы не налили воду для яиц. Яйца мы уже можем ставить... Нам нужны вареные яйца, да? Да, нам два... Для пирога. Два вареных и одно для того, чтобы смазывать сверху. Дорогая Наталья Владимировна, скажите, когда вы... Вы же умеете готовить, это видно. Вот был какой-то период, какой-то момент в вашей жизни, в биографии, когда вдруг вот вы поняли, что вы это очень любите и стали готовить. Или вы всегда прямо с детства? Нет, с детства я не умела готовить. Ну вот... Дело в том, что мы жили вдоль полярников. Так. Сколько нам нужно яиц? Два. А, извините. Два яйца мы кладём вот в эту маленькую кастрюльчику, наливаем в воду. Что вообще такой кропотливый процесс? Пускай они себе варятся. А я пока режу капусту. Так. Я режу капусту. Вы солите яйца, чтобы они не трескались? Ну, немножечко можно посолить, да. Я прямо вот... Ну, я не могу сказать, что это всегда помогает, кстати. Ну, тут ещё, видите, тут ещё зависит высота, с которой кидают яйца в кастрюлю. Если это от двух метров, соли воду, не соли. Ну, ещё не попадёшь, видите, с двух метров. Понимаете? Так. И, в общем, вот так пришло... Вот в доме полярников, я возвращаюсь к дому полярников, в котором мы жили, у нас... У меня была замечательная совершенно кулинарка-соседка. Мы жили тогда, в общем, даже знаменитых полярников, редко селили в отдельные квартиры, и у нас были соседи. И вот одна из соседок замечательно готовила. Я всё время так наблюдала. Посмотрю, посмотрите. Посмотрю. Вот так. Чуть-чуть помельче, да. И можно допустить уже сковородочку. Сковородочку, на которой мы этот лучок будем... На которой мы этот лучок будем, да. На растительном масле, правда же мы лучок? Разогрела сковородку? Вот разогревается, уже она быстро, да. А надо сначала, чтобы она разогрелась. Разогревается. Сначала разогреть, а потом растительное масло. Знаете, это на тех сковородочках, вы эти сковородочки не знаете. Эти сковородочки при желании... Волшебные. Они и без желания. Эти сковородочки подойдут к вечеркам, кому подъезда закурить попросят. Да что вы говорите, вот такие. Конечно. Это такие. Ну и хватит, а то сейчас будет сок луковый, всё. По-моему, да. Так. Так, теперь, значит, давайте, давайте сейчас вот вы... Я дам вам задание. Я просто вот показываю, а вы в это время терёте морковочку. Вот, смотрите. Так. Да. Секунду, секунду. Я чуть-чуть добавляю, просто я хочу лук выложить на... При помощи... За луком нужно просто будет потом... Вообще лучше вот, чтобы она не прилипала. Ну, давайте с этим. Давай, давай. Знаем, вот, посмотрите, вы думаете, будет прилипать Наталья Владимировна. Вы не представляете себе. Вот появление оранжевого скребка... И тоже... Тоже подход. ...в 21 веке. Это то же самое, что появление фильма «Кавказская пленница» в 20-м. Вот то же самое. Это вот, это уступает, но столько же радости у некоторых действительно вызовов. Так, ладно, я хотела вас просить натереть морковку, но вы пока... Я бегу уже к вам натереть морковку, чтобы её тоже туда добавлять. Я уже сделала всё это. Сколько нам нужно? Одну морковку? Я уже натерю. Слушайте, я не успеваю. Вы тогда вот пока занимаетесь луком... Дорогая Наталья Владимировна, скажите, но вы всё время в такой фантастической форме, и, извините меня, сколько вы отдали цирку в своей жизни? Это же достаточно большой период жизни. Ну, знаете, вот сначала я была в детской студии при цирке. Два года. Потом я училась четыре года в цирковом училище. Потом я работала два года в цирке. А потом... Между прочим, со звёздами? И Никулина вы там видели? Ну, когда я видела Никулина, я была ещё совсем маленькая, была в детской студии. Я думаю, что Никулина этот отрезок времени не помнит. Вряд ли я. То есть уже, наверное, на съёмке. Мы с Никулиным по-настоящему мы познакомились на съёмке. Так, да. Вот налейте, пожалуйста, сюда водички пока, а я пока помешаю. Прошу вас. Наливаю воду. Так, и ставим эту капусту на огонь. Да, варится. Да, да, варится. Так. Так, яйца у нас варится. Вы помните вот какой-нибудь, может быть, номер, после которого вам совершенно неожиданно захотелось для себя поступить театрально в детскую в эту студию? Это был какой-то прямо конкретный... Вы знаете, на самом деле для меня 7 лет жизни в Мурманске были, с одной стороны, моим детством, а с другой стороны, совершенно кошмаром. Потому что, ну, можете себе представить, когда утро, звенит будильник, чёрная ночь за окном, и ребёнка выпихивают в школу. Вы знаете, вот я, несмотря на то, что жил в Петербурге, и за окном была белая ночь, но понимаю ту ненависть, с которой вы говорите об этом процессе. Но летом обязательно меня и сестрёнку, маму и бабушку, вывозили отдыхать. Так. Сначала на два месяца в Подмосковье мы снимали дачу, а потом на месяц в Сочи. И вот в Сочи я и увидела... Афишу? Не афишу, я просто... ну, повели нас в цирк. Это всегда весело. Так, вот теперь, наверное, сюда можно добавить морковочку. Морковочка, а вот она уже, смотри, ждёт. Вот и всё, замечательно, да, сейчас мы её всё будем тушить. Прошу вас. Ну вот и я увидела, увидела я цирковое представление, в котором участвовала Маргарита Назарова. Знаменитая укротительница. Так. Красавица необыкновенная, в которую все тигры были влюблены. Они просто когда выходили, наверное, у них всё падали. Тигры упали от восторга. От восторга, да. И вы увидели, вы влюбились так же, как тигры в Маргариту Назаровой, и захотелось... Нет, я в Маргариту Назарову, конечно, не влюбилась, но мне захотелось, чтобы меня... Вот так же... Так же любили. Так же любили и слушались вот такие вот хищные... Хищники. Красавцы, да. То есть вы себя видели укротительницей? Укротительницей тигров, да. А как именно тигры? Да. Или воздушный гимнаст. Я увидела ещё воздушный гимнаст. Потому что костюмы воздушных гимнасток очень красивые нет? Нет, потому что человеку свойственно ходить, ползать, но не летать. Всё верно. А тут человек летает. Всё верно. И я подумала, а почему бы мне, вот, при том, что у меня страшная боязнь высоты от природы. И вам пришлось вот эти страхи потом в цирковом училище? Да, в цирковом училище. Добавим вот это. Вот это вот. Сейчас вот добавим вот это вот. Теперь смотрите, здесь у нас пока ещё засыпает. Ещё пока не кипит, да. Что-то, может быть, ещё на кухне. Так, обязательно берём тазик красненький. В этот красный тазик мы насыпаем три стакана муки. Три стакана муки. Мука вон там, я видела, стоит. Вот она, вон она. Стаканы, три, чтобы отмерить. Стаканы-то у нас 200. Я... Да, 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 да. Если стакан у нас 200, то три стакана, это 600. Так, где-то у нас были грибы. 600. 600. Вытряхивайте туда. Вытряхиваем. Грибы вот здесь. Значит, здесь у нас дрожжи, по-моему, если не ошибаюсь. Откройте, пожалуйста. Да, это дрожжи. Да. Так, высыпайте их сюда. Прям все? Да. Это одна пачечка всего. И нужно залить водичкой. Так, можно залить водичкой из-под яиц, но это было бы неправильно. Это было бы неправильно. Давайте я вот... Ну, давайте. Прям... Давайте. Нет, 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 нет. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вот, достаточно. Все. Благодарю. Так. И сюда же мы кладем... Секунду. ...ложечку чайного сахара. Точно. Кладите. Чайную ложечку. Кладу. Так. Размешать ли? Можно размешать. Можно размешать. И... Я не знаю, чем прикрыть. Есть чем прикрыть? Есть у меня... Так. Смотрите, какой вариант. Ой, простите. Хорошо, замечательно. Да. Опс. Пускай. Так. Теперь мы берем... Теперь мы берем масло. Здесь точно три стакана? Здесь три стакана. Три стакана, точно. Если что, мы добавим муки, конечно. Да, да, да. Вообще далеко не убирайте. Вот смотрите, вот... Нужно масло, чтобы было мягкое. Так. Потому что, если оно будет жесткое, естественно, вот так вот... Вот этими... Такими движениями вы его... Не в отреть его муки. Не перемешаете с мукой. Да, должен быть почти порошочек. Видите, вот так вот... Что с грибами? Нам пока... Грибы просто вот сейчас вот желательно это убрать. Смотрите, мы... Ну, если хотите, мы... Это были... Мы их размочили, да? Если хотите, эту водичку можно влить туда, чтобы... Чтобы было больше... Только уже тогда через ситочку. Чтобы грибы туда не проскользнули. Смотрите. Смотрите, рады были. Так. А-а-а! Покус какой, а! Вот я тут уже церковал. Слушайте, прям всю вот эту водичку... Тут ее много. Выливайте. Ну, половиночку хотя бы. Давайте половиночку. Половиночку водички. Значит, все. Здесь мы... Так, у нас за это время, по идее, должно... Должны раствориться дрожжи. Так? Так. Я думаю, что они и растворились уже. И мы их выливаем. Выливаем. Дайте мне подсолнечное масло. Даю. Ну, прям сюда-то выливайте. Еще-еще. Слушайте, а вы когда готовите, вы любите, когда вам помогают? Очень. Так, немножечко муки. Чуть-чуть. Давайте, сыпьтесь. Еще-еще-еще-еще-еще-еще-еще. Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. Все. Пока-пока все. Но не уходите далеко. Вы знаете, я далеко уходить не буду, Наталья Владимировна. На одну секунду я вас сейчас оставлю. У нас короткая рекламная пауза, после которой мы вернемся. Вы знаете, что первоначально знаменитая картина Эдуарда Мане «Завтрак на траве» называлась. Эх, мужики, хорошо, что мы на демонстрацию не пошли. Имеется позже и традиция. Ну что, Вить, как обычно, в субботу у тебя шашлыки, музыка, домино. Ребят, не могу, завтра к Анжеле мама приезжает. Франсуазо Саган. Здравствуй, грусть. Дорогие друзья, смотрим на первом канале. У нас в гостях Наталья Варлей, которая делает удивительные вещи. Что это вы сделали-то сейчас? Это я сделала, чтобы побыстрее тесто подошло. Вот так вот. Значит, вы сначала тщательно перемешав его. Перемешала, да. И теперь вот дайте полотенчик вот это махровое, да. Да-да-да-да-да-да-да. И это мы можем укрыть махровым полотенчиком. И поставить куда? И поставить, ну, куда-нибудь поближе, вот к теплому месту. К теплое место. Да. Хорошо. Теперь, значит, главное, чтобы у нас не переварелась капуста. Главное, чтобы у нас еще и не загорелось полотенце. Тут несколько, главное, вещей. Значит, пока у нас... И кипит у нас вот это все. Лук, морковочка, да? Пока у нас морковочка. Может быть, это пока... Пускай кипит. Пускай кипит. Хорошо. Так, теперь начнем. Кипят яйца. Так, если яйца сварились, я не знаю, сколько они... Так. Яйца уже, в принципе, достаточно давно, поэтому я думаю, что они сварились. А если нет? А если нет, не видать мне премии квартальной. Ну, если нет. Ну, хотите, пускай еще поварятся. Нам-то чего? Ну, нам-то чего, ну, да, ничего пока. Известны случаи, когда яйца переваривались? Ну, нет, по-моему. Нам и карты в руки. Так, чтобы у нас спорилась работа, берете штучки 4 картофелинки. Беру. Чистить умеете? Спасибо за этот вопрос. Нет, ну так, на всякий случай. Вы знаете, ну... Нет, если нет, то я сейчас это сделаю. Вы знаете, я, если честно, может быть, есть какой-то у вас специальный способ. Нет, специального нету. Тогда умею. Тогда почистите, пожалуйста. Пожалуйста, почистите и положите эти картофелинки. О, какой у вас хороший, замечательный способ. Понимаете? Ну, да. И все. Да. И что тут нам? А скажите, вот вы когда два года в цирке, чем питаются цирковые артисты? Я, когда закончила цирковое училище, я, как и все молодые артисты, я была отправлена по разным городам страны. И первым моим городом был Волгоград. Волгоград? Да. Зарплата была крошечная. Мы ходили, слава богу, на Волгоградский базар, покупали потрошка куриные. Куриные. Огромные вот эти астраханские помидоры. Прекрасные. Прекрасные. Зелень всевозможная, арбузы. Замечательно питались. Но, есть одно но. До сих пор, если у меня, предположим, вечером спектакль, в этот день я не обедаю. Это такая... это связано с приметами, с каким-то суеверием? Это связано с тем, что я себя чувствую очень тяжелой. И в цирке тоже я для того, чтобы подняться под купол, у меня был... мой номер назывался «Воздушный эквилибр» на Штейн-Тропе с музыкальными инструментами. Для того, чтобы... Так, вот смотрите, вот я порезала грибы. Мелко, да. Мелко-мелко-мелко. И я просто все эти грибы сейчас... Отправляйте. Отправляю вариться в супчик. Вместе с морковочкой. Вместе с морковочкой. С грибным бульончиком. Да. Вот, и все. Вот, значит... Я думаю, что... Я думаю, что... Я думаю, что у нас уже переварились. Переварилась капуста. Она только начала кипеть. Нет, нет, она переварилась. Вот, вот. Хотите ли вы попросить меня, Наталья Владимировна, слить эту капусту? Хочу, да. То же самое теперь надо проделать с яйцами. Скажите, пожалуйста, Наталья Владимировна, узнал, что в Орле это валийская фамилия родом из Великобритании. Это правда или нет? Да, это Уэльс валийце, да. То есть вы когда, я не знаю, встречаете за границей людей из Уэльса, они вам сигнализируют, мол... Нет, они мне не сигнализируют, но вот моя невестка недавно ездила с моим внуком. Они ездили в Англию и нашли магазин, на котором было написано в Орле. Так что, нашли, так надо забирать? Так надо забирать, мама-то, она вычитала еще в газете, что какой-то лорд в Орле умер. Я говорю, что что это, Настя? Лорд в Орле умер? Да. Извините меня, надо этих, его этих замок-то опустел. Ну, в том-то и дело. Надо забирать. А есть какая-нибудь поменьше досочка? А зачем? Поменьше есть такая же большая. А вот эти нам пригодятся потом для пирога. А у нас есть еще одна большая. Еще одна? Давайте поменьше. Вот. Вот, вот, вот. Прошу вас. А это я вам сейчас отдам. Я так и думал. Что же сделать? Яички порезать мелко. Миленько порезать яички. Смотрите, а у нас есть яйцерезочка. Ну, яйцерезочка, а потом все равно еще... А вот смотрите, можно разрезать сначала так. Так, а потом... А потом, да. Ага. Сейчас, подождите. Смотрите, и вот так, если... Ну, замечательно, все. Так, принесите вот этот... Чан с капустой? Да, чан с капустой. Пускай вот здесь стоит вот так, вот так и стоит. Это можно просто сверху выпустить. Так, может быть, мы в какую-то... Нет, 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 пока не надо. Вот в такую вот... Не надо, не надо, не надо. У нас остывает еще. Кидайте туда. И второе яичко тоже туда. Итак, что у нас происходит? У нас картошка для супа уже заботливыми руками Натальи Барли порезана. У нас капуста, недолго поварившись, уж остылает с яйцами и скрясь. И скрясь с яйцами. Так, теперь нам нужно маленькую. Совсем маленькую. Ну, какую-нибудь... Смотрите. Да. Вот, вот, да. А вот такую. Вот в эту мисочку мы должны просто развить еще одно яичко. Просто... Одно сыроватое такое, да? Сырое совсем. Сырое совсем. Так вот, вы спрашивали про фамилию Варлей. Да. А вот вы еще не знаете, какая фамилия моей бабушки по маминой линии. Барбот де Марни. Я просто думал Джугашвили. Так. Барбот де Марни. Простите, пожалуйста. Это Питер. Наталья Владимировна, где же встретились они? Вот Жорж Барбот де Марни... Жорж. Жорж Барбот де Марни в Петровские времена приехал служить России. Вот так вот. Жорж в Петровские времена... Приехал. То есть так же они вместе ехали с дедушкой Пушкина, получается? Ну, видимо, да. Видимо, они так вот раз и приехали. Одновременно. Слушайте, интересно. Вот. А что касается Варлеев, то они привезли сюда, в Россию, конный завод. То есть ваши предки привезли в Россию конный завод? Да. До этого, друзья, хочу вам ответить. Коней и лошадей в России не было, ездили на мамонтах. А вы обратите внимание, я несу укроп сюда. Вы несете радость людям. Укроп несу сюда. Так, перемешиваем, все остывает. Все остывает, но я сюда уже замешала укроп. Укроп и яйца. Что мы делаем с... С чем? С сырым яйцом. С этим пока ничего не делаем, потому что нужно посмотреть, что у нас с тестом. Смотрите, как там у нас тесто. Пойдемте, посмотрим, что у нас с тестом. Ну, сказать, что что-то разительное произошло, я бы не мог. Тесто не поднимается. Тесто должно подниматься. Так. Подниматься. Ну, что сказать, дорогая Наталья Владимировна, я еще раз хочу напомнить всем нам, что происходит у нас. Для знаменитого грибного супа, знаменитого уэльского грибного супа семьи Варлей, потому что, с одной стороны, предки Натальи Варлей везли конный завод в Россию, но в чугунке у них уже был с собой грибной суп. А с другой стороны, знаменитый пирог, капустный пирог Натальи Варлей тоже уже готовится, потому что тесто у нас подходит. Начинка. Я правильно понимаю, что вот это и есть начинка? Это начинка. Она у нас уже практически, да не практически, а готовая и остывает. Картошка для супа у нас порезана. Сырое яйцо. Я даже не знаю пока для чего. Уж не для того ли, может быть, чтобы обмазывать сверху пирог. Конечно. Вот. Она тоже у нас готова. И лапша, которую мы тоже будем добавлять. Лапшу мы будем добавлять суп. Наталья Владимировна, я чувствую, вот когда вы так смеете, я чувствую себя шуриком. Я побегу вот сюда, чтобы видеть короткую рекламную паузу у нас, после которой мы вернемся. Вы знаете, что знаменитая картина «Савва мамонтов» кисти Михаила Врубеля первоначально называлась «Охота на мамонтов». А вот у нас парень в армии был, Олешка звали. Так он после обеда все время твист танцевал до отбоя. Чарльз Диккенс, Оливер Твист. Дорогие друзья, смак на Первом канале. У нас в гостях сегодня Наталья Варлей. И мы переходим к финальной стадии приготовления двух блюд из наследия, кулинарного наследия семьи Варлей. А именно, пирога с капустой и грибного супа. От самого Герцога Варле. Или Жоржа Барбата Барбата. Жоржа, да. Ну, так. От Жоржа. Хорошо. Значит, у нас грибы практически сварились. Так. И мы добавляем туда... Картофель. Картофель. Можно прямо вот вместе с этой водой. Прямо с этой водой? Да. Потому что грибы варились. И прямо с этой водой. С этой водой. Добавили туда... Мы, наверное, тесто... Что с тестом, Наталья Владимировна? Тесто... Я не могу сказать, что оно совсем до конца подошло. Но это не страшно. Это не страшно, потому что оно подойдет в духовке. Дорогая Наталья Владимировна, скажите, та, которую знает вся страна, каждый человек, отучившись в цирковом училище, отучившись в Щукинском училище, сыграв роли в театре, в огромном количестве кинофильмов, вдруг идете в литературный институт и заканчиваете его. Как так произошло? Почему вдруг это в вашей жизни? Вдруг ничего не бывает. Я писала с четырех лет. С четырех лет вы писали? Вот, кстати, к грибному супу. Первое моё стихотворение, которое написала, звучало так. У грибочка шапочка и толстая ножка. Нету ножки тапочка, нету и сапожка. Я тоже писал стихотворение про грибочки, но у меня было ещё хорошее стихотворение. Какое? У грибочка дочка. Я написал его в 23 года. У грибочка дочка. Точка. У меня не приняли с ним в литературный слух. Смотрите, дно я делаю руками, потому что нужно, чтобы достаточно тоненькое было, но в то же время ровненькое, потому что если... То есть раскатать так не получится? Раскатать не получится, потому что он будет прилипать и так далее, и так далее. Вот, всё, значит, мы сделали. Так, давайте сюда. Вытряхиваете сюда. Прямо вот вытряхиваете? Прямо вытряхиваете, да. Ну давайте вытряхим. Прямо бы. Так, давайте, так, вытряхиваем, вытряхиваем. Не много ли? Нет, нормально. Можно? Ну, я вам оставлю немножко поесть. Спасибо огромное. Я поняла, вам понравилось. Мне очень понравилось. Одна из моих кошек очень любила тоже начинку. Да, друзья. Пусть уже лечения. Так, всё, значит, вот заготовка есть. Я просто сыплю сюда и буду раскатывать. Здесь уже как раз. Даже и без скалки здесь буду раскатывать, представьте себе. Прямо вот так вот раскладывать. Вот раскладывать. Да ну, вы видели, как готовят пиццу в Италии? Смотрите, закипела картошка. Вот если вы возьмёте ложечку и попробуете, готовы ли... Да, а соль-то мы кладем туда. Вот я как раз и хочу это сделать. Так. Так, так, так. Так. А я делаю вот так. Раз. Видите, что я делаю? Или не видите? Да, вы, конечно, я вижу. Я её уже закинула, вот эту штучку сюда. Это раскатано не скалкой, а руками. Подождите, пока ещё подождите. Ничего, ничего, что вы. Ещё пока... Я просто взял кисть в руку. Ещё не готова. Так, а вот сейчас вот, вот сейчас нам нужна вилочка. Вилочка. Знаете для чего? Чтобы тесто не... Да, мы духовку включили? Да. Включили. Смотрите, вот делаем так. Раз. По пирожку. Раз. Ну, я могу вам доверить? Да, с удовольствием. Только смотрите, сейчас это самое... Сначала размешайте немножечко. Чуть-чуть. Ну всё. Чуть-чуть, да. Много не надо. Эта работа тоже требует кропотливости, понимаете? Конечно, это работа художника просто. Я именно поэтому и настоял, чтобы именно я это делал. Это мы ставим в духовку. В духовку, давайте... У меня была ситуация, когда... 205 градусов. Пускай. Так, если картошка сварилась, то где у нас... Где лапша-то у нас? А вот она. То есть тогда у нас будет как бы... Уже открыто, да? Мы можем открыть ее. Соль. Вы пробовали как насчёт соли? Попробовал. Ну как? Есть там соль. Ничего, хорошо. Достаточно, я думаю. Всё. Дайте, пожалуйста, вот оставшуюся зелень. Оставшуюся зелень. Прошёлся. Ну, собственно говоря, вот это... Завершающий этап. И, в принципе, через 2 минуты его можно было бы, наверное, выключать. Да. Давайте мы напомним всем, как готовится знаменитый уэльский суп по рецептам предков Натали Варлей. Мы замочили сухие грибы в воде. Лучше в воде. Так, после этого мы обжариваем лук. Ставим в воду. Кипеть. Кипеть. Мелко-мелко натертая морковка. Так. Когда обжарился лук, туда добавляем тоже. Обжариваем. Так, и в воду. Вот. Туда же мы через какое-то время добавляем грибы. Можно даже воду из-под грибов туда вылить. Да. После того, как мы туда это всё добавили, грибы начинают вариться. Они варятся, варятся, варятся до того момента, пока не сварятся. Да. А потом добавляем туда картошку. Да. Порезан уже заранее. Да, пока она не сварится. Вот, как только она закипела, мы солим всё это. Да. Потом, когда она сварилась, добавляем туда лапши. Через три минуты мы добавляем туда зелень. Выключаем. Закрываем крышкой. Открываем. И имеем суп. Саша, позволите мне. Я не могу больше говорить. Я попробую всё-таки суп. Дорогие друзья, поаплодируйте, пожалуйста, за здоровье Натальи Валли. АПЛОДИСМЕНТЫ По-моему, получилось. На секунду отвлечёмся. Дорогая Наталья Владимировна, давайте расскажем, как пирог готовился. Тесто для пирога. Три стакана. Три стакана полных. Муки. Одна часть масла сливочного, три части муки. Вот такая пропорция. Всё это аккуратненько перемешивайте. И как Наталья Владимировна, всё так... Пока в это время перетирается, перетирается, в это время... Дрожжи. Либо пачечка быстрораспаримых дрожжей кладёте в воду, тёпленькую желательно. Чтобы это всё подошло побыстрее. Так. Вот пока перетираете, это поднимается. Добавляем туда дрожжи, добавляем туда после этого... Растительного масла. Растительное масло. И после этого... И начинаем делать тесто. Смотрим, вот по ощущению. После этого мы это тесто вот так вот пальцами протыкаем. Чтобы оно знало, что его любят. Вот, да, пальчиками, всё верно. Да. И закрыли полотенчиком. Тесто у нас стоит, подходит, а в это время мы нарезали... Расскажите про начинку. Мы нарезали капусту, мелко режем. Варим. Варим. Недолго. Сварили два яйца. Так. Очистили мелко, мелко порубили. Так. В эту же капусту, которая, естественно, откинута на дуршлаг. Даже укропчик мы мелко порезали. После этого мы форму выкладываем тесто руками прямо вот так вот. Да-да-да. Всё дно. После этого мы туда выкладываем начинку. Сверху накрываем раскатанным руками, между прочим, Натальей и Варлей. Ещё одним пластом тесто закрываем, убираем, смазываем яйцом сырым. Духовку на... Да, собственно, пока не приготовимся. Ну, пока-пока не за румянецем. С вам по позволению, я не могу больше говорить. Я бы попробовал всё-таки... Он должен ещё чуть-чуть подостыть. Хотя я это сделал, извините, пожалуйста. До свидания. Нёба. Одну секундочку. От нашего спонсора. Корзина ароматного цейлонского чая Акбар. Чай Акбар с листьями сочи бодрости, энергии и хорошего настроения. Это для вас. Спасибо. Всемирно известный производитель посуды компания ТАПОВЭ дарит вам инновационные изделия, набор ножей из коллекции «Профессионал» и сотейник от шефа из нового металлического каталога. Работа с ТАПОВЭ – это просто увлекательно и выгодно. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня была Наталья Варлей. Смотрите нас ровно через одну неделю. Вы знаете, что знаменитая песня из кинофильма «Кавказская пленница» первоначально звучала так. Где-то на белом свете, там, где едят пирог. До свидания.